Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и сегодня ответы на вопросы, небольшая рубрика, которая образовалась буквально недавно. И прежде чем начать, хотелось бы объявить о такой прикольной новости. Авторы GTA 5, они же Rockstar Take-Two, подружились с создателями модов. Как вы помните, недавно разработчики очень жестоко начали преследовать, в частности, инструментарь Open 4. Инструментарий, который позволял создавать одиночные моды для GTA 5. Что, естественно, вызвало очень бурную негативную реакцию среди сообщества, и буквально за недели-две обрушили все свои негативные отзывы на официальную страницу магазина Steam. Что, следовательно, повлекло падение акций студии. Rockstar, в свою очередь, решили поступить, ну, крайне мудро, мне кажется. Не слишком быстро думая, они все-таки решили заявить о том, что большими будут с юридической точки зрения преследовать мододелов. И даже немножко перепишут пользовательское соглашение. После всего этого сайт программы Open 4 снова заработал, и вышла сразу же новая версия, с помощью которой ребята-мододелы принялись творить. С другой стороны, в отношении онлайн-модификаций все остается в силе. Если расширение хоть как-то влияет на игру в сети, то компания собирается защищать свои интересы, даже в судебном порядке. Но оно и понятно, ведь это напрямую затрагивает тему коммерции и заработка компании. Я, правда, не знаю, как они собираются выравнивать отзывы на GTA 5 в Стиме. Возможно, некоторые ответственные пользователи просто удалят свой негатив или добавят даже положительный. Но, как говорится, осадочек остался. Что ж, а теперь я перехожу непосредственно к ответам на вопросы. И, опять же, сразу скажу, что серии по GTA 5 RP Voice будут буквально вот-вот завтра. Ребята, ожидайте. Ламповый кавер. Интересно, Лёва, ты прописываешь сценарий серии? Потому что сделано все на высоте. Смотришь, как какой-то большой сериал. С таким интересом смотришь, что не замечаешь, как проходит время. Кавер сценарий я, конечно же, не прописываю. Прописываю, наверное, только характер персонажа, его какие-то, может, даже способности. В общем и целом, это все просто сплошная импровизация. Однако, иногда с помощью того же гейммастера хочется насытить свою РП-историю, свою РП-биографию и немножечко развлечь окружающих. Моделируется какая-то РП-обстановка. Условия. Этакий ивент. И он приводится в действие. Как все в итоге может сложиться, никому неизвестно. Ведь игроки, они отыгрывают в соответствии со своим персонажем, человеческие факторы и так далее. Допустим, вчера я три раза моделировал ситуацию, в отыгровке которой я планировал участие некоторых персонажей или вообще хоть каких-то персонажей на сервере. И все три мои попытки канули просто в пустоту. Так как я банально не смог подловить или завлечь игроков на определенные события. Либо они были заняты чем-то другим, либо время просто уходило. Воксель. Вот вопрос. Если тебе меньше 18, можно погамать на РП-серверах с войсом. На каждом свои условия. Тут вообще в данный момент пока расстает вопрос, найдешь ли ты такой сервер с войсом, куда вообще можно хоть заявочку подать. Если ты такой сервер нашел, то молодец. Если говорить о сервере, на котором я играю в данный момент, то там не то, что 18 лет нужно, там еще и нужно иметь развитый твич или ютуб канал. Так как сервер Либерти РП, на котором как раз вот все это дело происходит, играют очень, скажем так, популярные ЧСВ ребята. Хелл Ранчик. Можешь сделать нарезку нон-РП моментов. Я, если честно, любитель поддерживать крутую атмосферу, какой-то пафос что ли. И подобная просьба мне немножко в голове не укладывается. Если во время нон-РП момента произошел какой-то рофл, то, мне кажется, я просто буду делать нарезку забавных моментов, которые не будут пересекаться с основным сюжетом основных выпусков серий. В общем, почему бы и нет? Таких моментов немало. Кирилл Акимов. Леон, вопрос от человека, который играл на множестве хард-РП проектов в Сампе. Как обыгрываются действия на сервере свой с чатом? Я понимаю анимации, но ведь их не так уж и много. Как, например, отыгрывать мелкие действия, на которые нет анимации? По типу того же курения, травки, отрезания пальцев, мачете, писанины за столом для отчёта и так далее. Здесь, как бы банально это не звучало, отыгрывается всё путём описывания голосом в стиле «Оп, чувак, и ты теперь без пальца, живи с этим как хочешь». Или «Вот, возьмите на столе ручечку и заполните вот этот документ и отдайте его мне, как закончите». «Вот, я закончил, возьмите мой документик обратно». «Спасибо». Ну, и всё в таком духе. То есть, по сути, комментирую всё, что делаю, всё, что вижу, как Чукча самый настоящий. Как-то так. Пепперонин, я так понял, что вы приходите на новый сервер, когда, если не секрет? Мы уже на него перешли, съёмки ведутся полным ходом, серия будет завтра. Вы перейдёте туда всей своей компанией, вамп, лис. Я тебе так скажу, что самое интересное на этом сервере играет моя компания, я, вамп, лис, графоуни и ещё пара-тройку знакомых наших ребят. И вся банда шустрилы. Плюс-минус где-то человек пять, независимые стримеры, одиночки. Возьмёте ли вы Михаила графоуни? Да, возьмём. Мы уже с ним отыгрываем просто офигенную роль. О ней вы узнаете только из выпусках новых. Анатолий Кхарченко, если правильно произнёс. Когда у тебя дойдут руки до ведьмака? А, ещё скорим! Я блин! В общем, ребят, все подобные вопросы, это на второй канал. И, знаете, у меня просто очень мало времени. Я очень сильно хочу проходить какие-то игры под запись, но я по ночам плачу, потому что понимаю, что весь день провёл за монтированием и съёмкой GTA 5. Хотя недавно я возобновил стримы на стрим-канале. Стримлю тоже GTA RP. Так что советую периодически чекать группу ВК на предмет анонсов стримов. Mickey Channel! Что происходит, когда убивают игрока? Смотря как убивают, игрок может просто попасть случайно в какую-то нелепую ситуацию, где упал из крыши, его сбила машина. Игрок пребывает в неподвижном состоянии где-то три сотни секунд, по окончанию которых оказывается в больничке, у него отнимают деньги, ну знаете, как в САМПе. И если игрок захочет отыграть в подобной ситуации свою смерть, что ж, это его право. Но может произойти и РП смерть во время РП отыгровки. Естественно, такое игнорировать нельзя, если вашего персонажа убили в ходе какого-то дела, или вас казнили, застрелили, неважно. Если вы понимаете, что после такого отыгрыша, по сути, ваш персонаж не может вообще существовать, жить, и что это всё вкладывается в рамки РП смерти, то, увы и ах, вам придётся создавать нового персонажа. Давать ему новое имя, новую историю, прописывать новый характер и так далее, и так далее. Амир Джантасов. У меня вопрос. Когда Лёва играл за подрывника, ли знал, что это и есть ли он? Напрямую он этого не знал, но догадывался. Потому что стиль игры у меня, скажем так, уникальненький. Особенно небольшой такой момент, когда он гнался за мной через крышу, где мы ещё в бассейн упали. В этот момент он ясно понимал, что он бежит именно за мной. Ну, знаете, просто нутром чуил. Вот и все вопросы. К дополнению ко всему этому, хочется сказать, что в данный момент мы играем не на таком уж Хард РП, очень много рофельных таких, знаете, фановых отыгровок, но если кто-то задумал действительно на серьёзных чах отыграть какую-то жёсткую РП ситуацию, все, как правило, адаптируются к этому и с пониманием и уважением ко всему происходящему стараются отыгрывать как положено. Здесь всё идёт на позитиве и нужно быть просто как-то попроще и не выкаблучиваться. Главное, чтобы все участники РП отыгровки получили своеобразное удовольствие. Ну, а на этом, ребятки, всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите ещё ваши вопросы в комментарии. В следующем ролике этой же самой рубрики постараюсь поотвечать. Вот, всем удачки и всем тортик. Пока-пока.